В зиме в детском саду номер 171 прошли пожарно-тактические учения. Началось все с проверки пожарной безопасности здания. Учения на объектах дошкольного образования, по словам спасателей, проводятся постоянно и помогают огнеборцам выработать правильность актических решений, практических навыков личного состава и отработать первоочередные действия по эвакуации детей и персонала заведения. В течение учебного года у нас проходят месячники по пожарной безопасности, по безопасности на водных объектах. И в рамках этих месячников мы очень тесно сотрудничаем с сотрудниками МЧС России, с Гончаровой Ларисой Александровной. Мы проводим различные мероприятия. По сценарию учений в одном из кабинетов образовательного учреждения произошло возгорание. Тревожный сигнал дал старт учениям, в ходе которых была отработана не только быстрота реакции пожарных, но и готовность к опасным ситуациям работников учреждения. По легенде в 171 детском саду у нас произошло возгорание на втором этаже музыкального зала. Прозвучала тревога. Действия персонала у нас отличные. Сигнал тревоги, сбор эвакуации детей за территорию детского сада. Здесь я хочу отметить тот момент, что и заведующие детского сада, а также персонал, воспитатели детского сада сработали очень быстро, очень четко. Дети были выведены группами без хаоса, без паники за территорию детского сада. Этим самым, этой самой эвакуацией, этим самым сообщением мы отрабатываем четкий алгоритм действий воспитателей, персонала во избежание паники, во избежание паники детей. Этим самым мы их учим, как и персонал, как и детей, как действовать во время какой-то чрезвычайной ситуации, во время пожара, либо другого какого-то происшествия. Обеспечение пожарной безопасности объектов образования является одной из главных приоритетных задач подразделения надзорной деятельности. Сотрудниками МЧС регулярно проводятся профилактические мероприятия с детьми в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Для малышей пожарный – это человек героический, спасающий из огня людей, стоящий на пути у стихии разрушения. Очень здорово, что проводятся сотрудники МЧС, проводятся с нами такие мероприятия. Наши дети знают все правила по безопасности, они знают номер телефона, по которому звонить в случае какой-то затруднительной ситуации, они знают, как действовать. Также есть сотрудники, применяют все знания, которые нам рассказывают. Спасатели отмечают, что совсем по-другому усваиваются правила пожарной безопасности детьми, когда об этом рассказывают сами спасатели. Поэтому регулярно в детские сады приходят сотрудники МЧС. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрудятся из памяти детей, но доверие к ним останется, и телефон 01 точно запомнится навсегда. После эвакуации для малышней спасатели приготовили специальную пожарную эстафету. Здравствуйте! Мы с вами сегодня начинаем пожарную тренировку. Как вы думаете, для чего мы нужны, чтобы тренироваться? По стопе, я убью, это когда будет настоящий пожарный. Совершенно верно. А для чего нужны пожарные? Как вы думаете, какие должны быть пожарные? Смелые. Смелые. Слабые. Храбрые. Отважные. Отважные. Ваш девиз! Кто отдал его за вряд, вы спасатели отряд! Молодцы! Молодцы! Кто не ставит? Сложим носилки. Берем одну куклу. Сберем аренду к кладку. Побежали. Нет, нет, нет. Бегом, бегом. Молодцы. Скорей, Скорей, Таня. Так, ложим. Молодцы! В течение всего учебного года нами запланированы различные мероприятия, профилактические мероприятия со всеми детскими садами, школьными и дошкольными учреждениями. Но сегодня мы решили провести учебную тренировочную эвакуацию в детском саду номер 171 города Зима. Мы не только провели эвакуацию, но мы с ребятишками провели пожарную эстафету, получили заряд такой эмоции и такой энергии. Нам помогли сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда, показали оборудование, которое у них имеется на вооружении, это гидравлический военно-спасательный инструмент. В преддверии лета сотрудниками отдела надзорной деятельности проведены комплексные проверки всех дошкольных образовательных учреждений Саяно-Зиминского региона. Огнеборцы убедились в том, что все учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности. Специалисты оценивали состояние пожарной сигнализации, пути эвакуации, проверили наличие первичных средств пожаротушения и исправность электрооборудования. И наступило лето, и мы с сотрудниками МЧС, сотрудниками дознания, а также спасателями, у нас запланирован ряд очень огромных мероприятий в дошкольных учреждениях, на школьных площадках. Именно профилактических мероприятий, которые направлены на профилактику пожаров, которые направлены на профилактику как личной безопасности, так и пожарной безопасности, а также поведение на водных объектах. Потому что это дети. Мы должны их, скорее всего, предупредить и защитить. Ведь правильно говорят, кто предупрежден, тот и вооружен. На проведение данного учения привлекалась специальная техника и личный состав. По завершению учений были подведены итоги, дана оценка действиям должностных лиц и личного состава. В целом, работа пожарных подразделений персонала детского сада оценена положительно. После самих учений традиционно проводят их разбор, выявляют все положительные и отрицательные моменты, чтобы потом работать над ними. Продолжение следует...